Меня зовут Архит Фадрей, обычно с утра мы с вами обсудим ситуацию на рынке и планируем действия на сегодняшний торговый день. Ситуация, как видите, у нас остается достаточно напряженная. Вчерашний первый торговый день начавшейся недели был отмечен снижением рынка, опять же на фоне укрепления американского доллара А. Соответственно продолжение и снижение АФК системы вместе с Башнефтью Б, ну и в общем-то общего давления на Emerging Markets СТЦ. Так что пока у нас ситуация к росту в моменте не располагает, но в целом опять же хотел бы заметить, что основные распродажи у нас проходили не в основное время, так сказать, в дополнительное, а это у нас все было в вечернюю, не в вечернюю, кстати, уже ближе к вечеру у нас было, когда открылись американцы. И только тогда наш рынок посыпался до этого, мы в общем-то стояли достаточно жестко и каких-то сильных движений по рынку у нас не проходило. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит на торговых площадках сейчас и что было вчера. Значит, из Америки нас интересует скорее развивающаяся Америка, да, боевик минус 4,5%, очень сильное снижение, продолжает у нас, продолжает падать развивающиеся рынки, в принципе, и Бразилию, и ETF на Китае вчера в американскую сессию у нас снижался, поэтому в целом для российского рынка это все не очень хорошо. Ну, вот, собственно, падение у нас продолжается. Да, ну, Америка у нас, в общем-то, закрылась в небольшой мельности, минус 0,25%, по большому счету, нулевая динамика, если смотреть за два дня, с утра открылись гопа вниз, потом, в общем-то, все это падение отыграли, поэтому тут, в общем, не давать, не пивать, нечего. Европа тоже закрылась в красной территории на общих распродажах. А здесь сейчас торгуется ни шатка, ни валка, Япония у нас в таком, ну, да, в отрезательной территории, но интересует все остальные у нас торгуются, видите, в диапазоне до процента, что, собственно, для нашего рынка, ну, ни рыбы, ни мяса. Значит, коммунитис у нас, коммунитис у нас стабильный, фактически, движение, движение нефти на нас, да, нефть у нас, сколько вот, получается, да, 22 сентября пришла на расчетный уровень где-то 97 долларов за баррель, и, как видите, по ценам открытия-закрытие все время торгуется, да, уже сколько, уже получается 8 календарных, минус 2, получается, 6 торговых сессий, торгуется на одном и том же уровне, 97-90... ну, 96-97, 96-50 долларов за баррель. В общем-то, дешевая нефть тоже не очень хорошо для нашего рубля, но в целом, да, наш рубль вчера ослабевал в том числе и за счет бездействия Центробанка, спекулянтов и общего негатива, который у нас складывается, как я уже сказал, на иношном маркете. С утра, с утра наш рубль торгуется около нуля, минус 0,1%, ну, тут, собственно, ничего принципиального нету, и, да, с точки зрения currency, да, на валютном рынке у нас какие-то сигналы не поступают. Хочу отметить, что, в общем-то, падал у нас вчера не только рубль, но и другие, другие валюты у нас падали против доллара, поэтому тут скорее идет усиление рубля, чем, ой, прошу прощения, усиление доллара, чем ослабление рубля. Российский рынок, как я уже сказал, практически всю первую половину дня торговался в блюсе вчера, но, к сожалению, ближе к завершении торговой сессии мы вышли в минус. Да, ну, тут, собственно, очень четко видно, что основное нисходящее движение вчера у нас проходило уже после открытия американского рынка, ближе к закрытию. На вечерней сессии мы, в общем-то, остались по фичу на РТС, остались на уровне закрытия, но, собственно, поэтому негатив вчерашний у нас, по сути, уже был отыгран. Сегодня, скорее всего, откроемся на нейтральной территории и дальше будем смотреть за основными событиями. Основные события на сегодня это обсуждение Европы. Отменные санкции в отношении России против отменного выступает Германия. Госпожа, ну, да, представители Германии утверждают, что, собственно, Германия потеряла веру в Россию, но посмотрим, как все обернется, потому что в Европу входит, наверное, Германия. Да, и есть некоторые страны, наши ближайшие соседи, которым вот санкции ограничения торговли совсем не на руку. Так что так. Значит, что касается отдельных бумаг. Ну, по фичу на РТС какие-то рекомендации сейчас давать не буду, потому что вот мы подошли к... Да, вчера у нас пробили минимум июля. Подходим к сильному сопротивлению. В принципе, если открывать какие-то короткие позиции, то это можно было бы делать с отдельными бумагами, например, с Сбербанком. Как видите, подходит к нижней границе нижнее сонное сопротивление 75-76 рублей за одну акцию. И, в общем-то, при ее пробитии мы можем, опять же, уйти на перекрытие ГЭП. Где-то 71 рубль. Не такое сильное движение, но, собственно, 5 рублей в такой пиле, в боковике, это не так неплохо. Так что так. Так что, ну, по Сберу тут можно смело следовать по трендовым сигналам. В принципе, если низ не сработает, то верхняя граница, которая будет символизировать о том, что пора покупать, будет уже 80 рублей за одну акцию. В текущей ситуации, ну, не нужно делать никакие прогнозы и стройте ждание по поводу того, что вырастет, Сбербанком не вырастет. Краткосрочно я считаю, что наш рынок сейчас продавит, но в декабрю есть высокая вероятность, что его откупят. Потому что на таком сильно падающем рубле относительное затишье на нашей рынке, ну, опять же, если не касаться отдельных бумаг, например, АФК-система, которая вчера больше, чем на Яртон, наторговалась сзади, и Сбербанк у нас стоит на месте, это все такие показатели, показатели, если не общей силой медведей, то общей слабости буков. То есть, в принципе, ситуация похожа на то, что мы наблюдали в марте. Сильное снижение, потом отскок и, соответственно, боковик. То есть, ну, прямые аналогии с тем, что было во второй половине марта, в начале апреля. Данной ситуации я провожу. Так что, рывок вниз для нас, в общем-то, будет вполне естественным. Долларовым эквивалентом, кстати, мы да, уже нижнюю границу прибиваем, в принципе, уже можно открывать шарты, но про это мы еще с вами говорили, по-моему, по-моему, на прошлой неделе. Другие наши бумаги держатся в общем-то похоже. И Газпром пробил нас нижнюю границу в долларовом выражении. Поэтому тут, в общем-то, так, пучком. Газпром пробил нижнюю границу. Я думаю, что тут по динамике его все ясно. Да, на нижнюю поддержку у нас Газпром натерялся. В принципе, на пробитие тоже можно открыть аналогичным постбежей шарты, но при этом не нужно увлекаться, так как позиция будет направлена по высококрелирующим сигналам. Что у нас? Что у нас? Ну, про АФК-систему говорить ничего не буду. На РБК были выложены интересные сценарии от Дойча Банка о стоимости АФК-системы в зависимости от развития событий с Башнефтью, что с ней произойдет. Это жмут? Нет, это жмут. Заплатят выплатить дивиденды, не заплатят выплатить дивиденды. Да, ну, в общем, пока мы сейчас с вами находимся на том самом дне, исходя из худшего варианта развития событий, когда отожмут Вашнефть и заставят выплатить дивиденды за 9 лет, с 2003 года. Ну, собственно, достаточно серьезная для системы, но тут для милитариев того же МТС может быть может быть это, да, положительным моментом, так как АФК будет заставлять, ну, не то, что будет заставлять МТС, а, соответственно, увеличит долю чистой прибыли от МТС направляемую на выплату дивидендов. так что тут может быть может быть все относительно хорошо, но пока с системой системы у нас проблеска нету и, ну, те, кто купил АФК-систему после первого падения, собственно, ничего не остается, кроме как держать ее, я думаю, что как долгосрочная инвестиция в течение года себя должно оправдать, да, хотя бы на том же техническом отскоке, но если уж если уж зашли, то на 50% сокращать, после 50% еще снижения я не вижу смысла сокращать эту позицию, так что так, будет время еще, кстати, и до закупиться. Еще раз повторюсь, да, по оценке, судя по оценке Deutsche Bank мы как раз не то, что даже дошли, а прошли эту самую минимальную точку, когда из АФК-системы вычитывается не только Башнев, но и дивиденды за последние несколько лет. Неплохо себя, как я знаю, как я думаю, вчера вы видели, Митчелл себя чувствовал, плюс 20 там с чем-то процентов после заявления о том, что ну, собственно, есть наметки на договоренности по решению кредитного кризиса, если это так можно выразиться в рамках одной компании. И тут, ну, видите, плюс 20% помечило. Мы видим на такой влатильности это вполне естественно. Тут 20% вверх, 20% вниз. ну, это для такой бумаги сейчас ничего удивительного нет. Опять же, от рекомендации покупать я пока воздержусь, ну, потому что заявление и, как бы это сказали, дело казалось в главе Центробанка вербальной интервенции у нас сейчас приходят со всех сторон. Да, что, в общем-то, больше приводит к увеличению волатильности по бумаге, чем к каким-то конкретным да, к формированию тренда. Но тренд у нас сейчас пока один нисходящий. Как венчурные инвестиции еще раз повторюсь, очень интересно на рост где-то до 40 рублей, потому что есть определенные варианты разведения событий, когда Митчелл может быть переоценен именно до этого уровня. И так, что у нас еще? Так, Лукоил задает вопрос. Так. Да, ну, Лукоил вчера вместе со всем рынком снизился. Опять за счет падения цен на нефть и за счет общей корреляции с рынком. что тут будет? Давайте посмотрим в долларах. В долларах я больше люблю всю картину. Сейчас подходит опять же быстрее, чем рынок, подходит к сильной поддержке 50 долларов за одну акцию. Но тут видите, вот эта поддержка, откуда Лукоил выраженный в долларах активно откупался 50-47 рублей. То есть где-то около диапазона 5%. Собственно, в марте на этом уровне Лукоил активно откупали, как видите, в первый же день 3 марта его выкупили вот как раз этих 47,5 рублей очень активно. Половину падения он тогда отыграл. Ну и в дальнейшем тоже где-то его здесь и покупали. Я думаю, что 47,5 это как раз самая поддержка Лукоила, в которую он может оттолкнуться. Но сейчас на падающей нефти, на падающем российском рынке, на падающий умерший маркет по Лукоилу тренд нисходящий. Если желание, то где-то в этих районах 47,50 долларов за одну акцию его можно прикупить. Ну а там про интроды вообще молчу. Так, ну и давайте раз по нефтяночку зашла речь, посмотрим Роснефть, будет нефтегаз. Ну Роснефть у нас мы с вами по-моему на прошлой неделе смотрели, да, пробила поддержку. В общем-то ниже марта у нас ушла, санкции ввели, нефть подешевела. Пока все плохо, да, и между маркет падают. Но опять же снижение такое достаточно умеренное, нет такого какого-то бешеных, нет бешеных распродаж. Но против ветра тоже плевать не следует, если до 6 мы еще отрастем, то до 6 долларов за акцию мы еще отрастем, то можно будет дополнительно открывать, пытаться открыть шорт в продолжение вот текущего движения. гмк, гмк мы с вами тоже, да, гмк, кстати, мы с вами смотрели на прошлой неделе, меня еще спросили, как там насчет шорта, ну вот, пожалуйста, к 190 рублям, 190 долларов за акцию мы вернулись, развернулись, и в общем-то, в общем, рыночные трети пошли дальше вниз. По целям, ну, наверное, где-то 175. давайте, никель, посмотрим, что цены, ну, да, цена никель у нас тоже падает, как видите, с 20 тысяч с хаев этого года, ну, не то, что с хаев, такого, с сильного уровня этого года снизилось до, там, 16 600, виной, опять же, всему, скорее всего, Китай, да, как один из ну, скорее всего, а Китай, как главный потребитель промышленных металлов. Видим, определенное замедление распродажи по китайскому рынку, замедление темпов просто экономики и всех опережающих индикаторов. Так что, так что, да, никель у нас уже, общем, корпоратив отыграл, теперь отыгрывает снижение emerging markets и никеля. Так что, если у кого-то есть шарты, кто-то тогда последовал моей рекомендации, то, пока буду рекомендовать держать эту бумагу у себя в портфеле, ну, в шарте, конечно, в шарте. Ну, и, наконец, рвут нефтегаз, который у нас вопреки, ну, вот, опять же, да, пробил, пробил нижнюю границу, не удержался, хотя какое-то время он еще и болтался на да, мы с вами на прошлой неделе видели где-то 68 центов за одну за одну акцию. В принципе, рост доллара для сургута это не так плохо, потому что имеет очень большие запасы ликвидности, выраженные именно в долларах. Так что, с этой точки зрения, бумага должна была быть стабильной, но неостро посчитали иначе, и на падающей нефти, да, тут опять же сургут у нас пробил нижнюю границу. Ну, общая картина, я думаю, всем ясна, да, в долларом эквиваленте наш рынок пробивает нижнюю границу, рублевом, даже если этого нету, то в ближайшее время вполне, ну, да, вот вчера у нас такое нарисовали палку вниз, да, в рублевом эквиваленте все тоже, замедление роста, пробитие нижнего уровня и открытие шортов. Так что, общая картина у нас выглядит примерно так. Вот. Ну, в общем, пожалуй, все, что я хотел на сегодня сказать, вопросов, вопросов в чате больше не вижу, поэтому с вами прощаюсь до послезавтра. Завтра подходит эстафету мой коллега Дмитрий Швердин и проведет разъяснение по макроэкономической части. Все, дамы и господа, всем хорошего торгового дня, спасибо за внимание, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!